Дорогие друзья, здравствуйте! В этом году исполняется 660 лет со дня рождения великого древнерусского иконописца Андрея Рублева. Андрей Рублев в своих произведениях в рамках средневековой иконографии воплотил новое, возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Его творчество является одной из вершин русской и мировой культуры. Добро пожаловать викторину, посвященную великому древнерусскому иконописцу Андрею Рублеву. Первые упоминания об Андрее Рублеве относятся к 1405 году, когда он вместе со старшими художниками Феофаном Греком и Прохором с Городца украшал живописью один из соборов московского Кремля. Как же назывался этот собор? Даю вам два варианта ответов. Благовещенский собор или Архангельский собор? Ну, я думаю, что вы все без труда узнали Благовещенский собор. Из сохранившихся фресок Андрея Рублева в Успенском соборе наиболее значительна композиция «Страшный суд», где традиционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества справедливости, утверждающий духовную ценность человека. Работы Рублева во Владимире свидетельствуют, что уже в это время он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной артели. В каком же году был расписан Успенский собор во Владимире? Это мог быть 1408 год или 1410 год. Правильный ответ. Успенский собор во Владимире был расписан в 1408 году. Помимо фресок для Успенского собора во Владимире был создан один из самых крупных в православном мире трехъярусный иконостас. Высота диисусного чина – 3 метра 14 сантиметров. В XVIII веке иконы были проданы в село Васильевское Шуйского уезда. А где же сейчас хранятся эти иконы? В Эрмитаже или в Третьяковской галерее? Этот знаменитый трехъярусный иконостас находится в Третьяковской галерее. К числу ранних произведений Андрея Рублева приписывают миниатюры и заставки и инициалы богатой лицевой рукописи, названной по имени ее позднейшего владельца. Это едва ли не первое произведение древнерусской живописи, в котором при сохранении византийской иконографической традиции его высокоутонченное мастерство превосходит все то, что создавалось византийскими мастерами того времени. Это Евангелие. Как же называется это Евангелие? Евангелие хитрого или Астромирова евангелие? Правильный ответ – Евангелие хитрого. В октябре 1964 года Андрей Тарковский приступил к съемкам двухсерийного художественного фильма «Страсти по Андрею». В прокате он получил название Андрей Рублев. Достоверных источников информации о Рублеве тогда, ну, впрочем, как и сейчас, было очень мало. Кто же был научным консультантом фильма, чьи воспоминания о работе над фильмом, о поисках Андрея Рублева искусствоведами, реставраторами и поисках Рублева режиссером легли в основу фильма? Это мог быть Савва Емщиков или Михаил Алпатов. Научным консультантом фильма был Савва Емщиков. В 1985 году памятник Андрею Рублеву был установлен в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве, а в 1995 году был Владимирем. Назовите имя скульптора, создавшего эти работы. Предлагаю вам два варианта ответов. Василий Трахимчук или Олег Комов? Скульптором обоих памятников в Москве и во Владимире был Олег Константинович Комов. В 1420-е годы иегумен Никон Радонежский призвал для росписи собора Троицы-Сергивского монастыря Андрея Рублева и Даниила Черного. Из рядных вельми всех превосходящих и в добродетели совершенных. Росписи до нас не дошли, но иконостас остался. Для этого же собора Рублевым была написана икона в память и похвалу преподобного Сергия Радонежского. Икона олицетворяла образ высшей гармонии, духовного единства, мира и согласия. Как же называется эта икона? Дорогие друзья, но тут, я думаю, вы без заминки сразу узнали знаменитую Троицу Андрею Рублева. В конце 15 века христианское искусство, восточное и западное, создало два основных иконографических типа Троицы. Троица ветхозаветная и троица новозаветная. Какой тип Троицы написал Андрей Рублев? Здесь есть два варианта ответа – ветхозаветная и новозаветная. Правильным ответом будет Андрей Рублев написал ветхозаветную Троицу. Живопись на этой иконе Звенегородского чина сохранилась фрагментарно. Лик написан прозрачными плавами теплой охры. Легкое свечение на лбу, вокруг глаз, на шее. Лишенные ярких бликов мягко подчеркивает объемы. Четкой линией отмечен рисунок небольших глаз и чуть приподнятых бровей. Едва заметный поворот головы создает ощущение легкого движения. Рублев создал образ, выражающий русский национальный идеал, безграничную любовь и терпение. Как же называется эта икона? Предлагаю вам два варианта ответов – Архангел Михаил и Спас. Правильным ответом будет эта икона, называется Спас. В год тысячелетнего юбилея крещения Руси поместный собор Русской Православной Церкви причислил Андрея Рублева к лику святых. В каком году это произошло? Это мог быть 1988 год или 1998 год. Андрей Рублев был причислен к лику святых в 1988 году. Дорогие друзья, наша небольшая викторина подошла к концу. Я думаю, вам было интересно и познавательно. А более подробно с книгами, в которых вы можете познакомиться с жизнью и творчеством Андрея Рублева, вы можете в нашей библиотеке. С вами была Ирина Вадимовна Прощикина. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи.